Здравствуйте! Мне часто задают такой вопрос. Антитопору в истекшем году исполнилось 10 лет. За эти годы, дескать, кто-нибудь из власти имущих поошрил за вашу работу на информационном поле? Значит, отвечаю. Поошрение – это, конечно, всегда приятно, но я это делаю и делал всегда не ради поошрения. Главное поошрение – это вы, зрители, которые много лет смотрите мой видеоблог. И ваше внимание мне куда более приятно, когда я бываю в разных городах и странах, и вы уделяете мне свое внимание. Вот это точно приятно и незабываемо. Что касается власти имущих, особенно в российской диаспоре, то я их понимаю. Знаете, все эти 10 лет я даже сейчас могу сказать, что они играют в толерантных осо. Для Азербайджана я националист, шовинист, кто угодно. А теперь представьте, что будет, если кто-то из вот этих вот армянских властей имущих, как вы говорите, окажется со мной в одном кадре. Ну, или я с ними. То есть азербайджанские СМИ станут писать, что этот человек с Арутюновым из Антитопура васькается. Или, не дай бог, Арутюнову вручил какую-то поошрительную, там, я не знаю, премию, награду, грамоту. Кому из армянских топ-лиц той же российской диаспоре захочется иметь плохую репутацию перед Азербайджаном и стоять рядом со мной. Был даже случай, о котором я никогда не говорил, вот когда меня САР, Союз армян России, к себе как-то пригласил, это было, по-моему, 4 года назад. Медаль какую-то там вручить, вроде как за сохранение наследия армянского и укрепление между армянским и российским народом, что-то такое. Я приехал, даже для этих целей пиджак, помню, купил, потому что я обычно пиджаки не ношу, но купил, чтобы выглядеть, так сказать, официально. Так вот, я приехал, но что-то пошло у них не так, и уже вот четвертый год, я не в понятках, что это была за медаль и почему так и не вручили. Впрочем, знаете, мы живем в такое время, когда награды обесцениваются, потому что очень часто их получают незаслуженные люди, и их порой больше, чем те, кто заслужил эти самые награды. А еще награды обесцениваются, когда их продают, именно продают. Вот недавно столкнулся с тем, что на одном из сайтов, я, кстати, заказал, увидел медаль, внимание, за участие в миротворческой миссии на Горном Карабахе. Представляете? Цена всего 499 рублей. Ну, там, с доставкой 800. Я себе заказал, вот сегодня мне позвонили, сказали, что со дня на день пришли. Меня не столько даже интересует, почему эта медаль продается, сколько, какое количество миротворцев уже заслуженно получило эту медаль. И если теперь миротворцы в Арцахе, и если да, то между кем и кем они там творят нынче мир? Вот с этого вопроса я и начну беседу с сегодняшним нашим гостем, руководителем общественной организации «Свободный гражданин», политическим аналитиком Овсепом Хуршудяном. Здравствуйте, Овсеп. Здравствуйте. Ну, вопрос, наверное, понятен. Есть ли нынче в Арцахе миротворцы, зачем они там нужны Алиеву на сегодня? Да, к сожалению, вопрос, в принципе, риторический. Я не знаю, почему до сих пор эти миротворцы еще там. Ну, ясно было, что с самого начала они там оказались именно вследствие соглашения между Россией и Азербайджаном. Ясно было, что эта война была с согласием России, это естественно, никогда бы Азербайджан не посмел напасть на Арцах, не имея вот этой поддержки из Кремля. Да, ну, в принципе, они доказали, что они ничего не сделали, чтобы вовремя остановить или как-нибудь приструнить или реально поддержать Армению. Наоборот, мы видели, что очень многие люди, которые были под влиянием России, тут в армии, в руководстве Арцаха, они сделали все, чтобы побыстрее сдать все, что можно сдать, побыстрее проиграть, чтобы потом, наверное, русские пришли бы вот эти миротворцы и все вопросы решили бы, в том числе их вопросы, вопросы их власти. Как бы вы прокомментировали недавнее заявление Алиева, который, как оказалось, так и не снял со своей повестки вопрос коридора по Синику, хотя, ну, насколько известно, уже у них была договоренность с Ираном? Ну, очень интересно, что Алиев, с одной стороны, он не снял из повестки, да, вы правы, но есть нюансы, которые он озвучил. Например, он сказал, что вот он настаивает на коридорной логике только для граждан Азербайджана, а не для транзитных грузин. Это уже большое продвижение вперед, что называется, потому что раньше они надеялись, что вот будут получать все преференции, все таможенные сборы и так далее из миллионных грузов, миллионный тонн грузов могут, значит, проходить по этой дороге через Азербайджан, Армению и Турцию в Европу, из Китая, из Средней Азии, да. И, естественно, это будут огромные прибыли для всех транзитных стран, и они хотели сами получить эту прибыль, а Армению этой прибыли лишить. И не говоря уже о том, что есть, конечно, стратегическая важность того, что Армения сама будет решать, какие грузы будет разрешать через свою территорию, какие нет. А это значит, что, например, ее политическая ценность для тех стран, которые не хотят, чтобы санкционные грузы куда-то ехали через Армению, повыселилась бы. И наоборот, ее политическая ценность для тех, кто хочет, чтобы какие-то санкционные грузы ехали, тоже повыселилась бы, потому что нужно было уже договариваться с руководством Армении по этим грузам. А поэтому никто не хотел договариваться. Ну, зачем договариваться со страной, которую уже давно, значит, использовали, так скажем, да, как союзника в кавычках, кинули, а теперь еще договариваться с ним? Это же слабая страна, у которой уже ничего не осталось, что отбирать, единственное, что независимость. Вот отберем последнюю вещь, что осталось у армянского народа и заживем весело и дружно в русско-турецко-азербайджанском тандеме. Ну, как бы не получается, не получается, потому что есть все-таки мировые игроки, которым это невыгодно. И последнее заявление Блинкина о том, что если силой возьмет Азербайджан вот эту дорогу, то, как он выразился, мы не допустим использования этой дороги. А что это значит? Это значит, что одно дело захватить какую-то дорогу, да, технически нельзя это исключать, потому что, да, технически у Азербайджана и у Турции, и у России, которая будет это поддерживать, достаточно сил, чтобы оттяпать у Армении эту дорогу. Но что дальше? Что дальше? Потому что дальше может быть санкции, не только может быть, но это уже открытым текстом фактически об этом говорится. Кстати, вчерашнее заявление представителей ЕС, вы, наверное, слышали о том, что он сказал, что это будут тяжелейшие последствия для Азербайджана и европейских отношений, если Азербайджан вообще, не только насчет коридора, вообще по любой вопрос территориальной целостности, если нарушит Армения и Азербайджан, то это вызовет тяжелейшие последствия. Но и санкции, потому что одно дело захватить дорогу, а другое дело ее удерживать и использовать. Причем это две разные вещи, каждая из которых очень проблематична, когда суперцентры, мировые державы против этого, да. И санкции могут же поступить не только на Азербайджан, могут поступить на те предприятия и торговцев из Китая, которые будут пользоваться этой дорогой. Мы же сейчас видим, как США ставит санкции даже на сжиженный газ из российских северных портов на мировые рынки, хотя там даже тоталь присутствовала в технологическом плане и как инвестор вкладывала туда деньги. Но сейчас оказалось ни с чем, потому что просто американцы сказали, что нельзя. То же самое и Азербайджан понял, что все зашло слишком далеко. Единственное, на что Олег сейчас надеется, это оставить за собой те захваченные территории, которые он периодически захватывал после 20-го года уже из суверенной территории Армении. В Сюники, в Айотзори, в Геваркуники, да. И не случайно, что постоянно, когда идет вопрос о делимитации, он говорит, давайте начнем с того же к области, чтобы постоянно педалировать вопрос так называемых оклавов. Что хорошо с армянской стороны, что постоянно наши говорят, что мы хотим, чтобы в основе вот этой делимитации были карты, имеющие юридические основания. Это очень важно, потому что, когда мы начнем говорить о юридических основаниях и начнем вникать, по каким это договорам, по каким это решениям, чьим решениям образовались так называемые анклавы. Причем не только анклавы внутри Армении, но и эксклав Арцвашен не был никогда никаким эксклавом. Это был частью Армении, имела территориальную общую границу с Арменией. Но вдруг по каким-то картам, по решению каких-то совхозов, не имеющих на то права... Это приблизительно в какие годы уже случилось с анклавами? Это началось уже в 40-е годы, потому что в 29-м году, карты 29-го, 28-го, 29-го года, там нету никаких анклавов. И после этого нету никаких решений Верховного Совета Армянской ССР и Верховного Совета Азербайджанской ССР о передаче каких-то территорий. Как, например, было между Украиной и Россией, да, насчет Крыма. А вот между Арменией и Азербайджаном нету ничего такого. А тогда возникает вопрос, на каких юридических основаниях образовались эти анклавы? А очень просто. Посылали, например, там пастухов туда, группа пастухов вместе со своими семьями, обживались. Там же Советский Союз, границы были транспарентные, никто никому ничего не запрещал, тем более пастбище были свободные, там особо в пастбищах никто не жил высокогорных. И там, значит, образовалась небольшая деревня, несколько десятков человек. Потом это стало несколько сот человек, и потом Азербайджан попросил, причем не Азербайджан как верховная власть, а местные власти казахского региона, попросили местные власти, значит, какого-нибудь таужского региона, попросили в кавычках, наверное, доплатили и заплатили совхозу, что просто закройте глаза, что они будут подчиняться нам, это же нигде не зафиксировано. Ну, эти сказали, ну, давайте, пусть подчиняются вам, зачем нам эти несколько квадратных километров, тем более вы хорошо платите за это, да. И потом оказалось, что в каких-то картах графических центров тоже заплатили, сказали, ну, тут же нам все это подчиняется, вот, идите спросите, все согласны, что это нам подчиняется. И картографы в Москве тоже обозначили как азербайджанское. И тихо-тихо так во все карты просочилось, что это азербайджанские территории. То же самое с Арсавашеном, как сделали островом, чтобы, как это, три островка азербайджанских в Армении, а у Армении в Азербайджане никакого островка нет. Давайте сделаем этот полуостров островом, чтобы был бы эксклавом, да, чтобы все было поровну. Вот, мало-помалу, я должен сказать, что у азербайджанского руководства было всегда стратегическое мышление в этом плане, ну, можно похвалить в кавычках их в этом смысле, а армянскому руководству, как бы это было все до лампочки, ну, мало ли, там километр сюда, километр туда. Даже после победы в 94-м году армянская страна так себя не вела. Ну да, абсолютно. Вообще, это политика додавливания, это, я не думаю, что приведет к добру, потому что столько наживать, зажимать пружину, это всегда... Может быть, глядишь, Алиев сам на блюдечке преподнесет арцавт армянам, вот своей вот этой вот политикой наглой. Ну вот, все идет к тому, что прежде всего пойдет на изгонизацию Азербайджан, да, станет, если не Северной Кореей в Южном Кавказе, то как минимум Белоруссии с Южного Кавказа, а он сам станет Лукашенко в лучшем случае, а в худшем случае Милошевичем, потому что все-таки римский статут принят, процессы идут, причем эти процессы очень идентичны. Я имею в виду процессы и в ЕПИЧ, то есть в Европейском суде по правам человека, и в Международном суде правосудия в Гааге, и сейчас начнется уже уголовный суд Гаага. То есть все же те же процессы, которые шли в свое время по вопросу Косово, сейчас идут по вопросу Нагорного Карабаха и вообще поведения Азербайджана и азербайджанских каких-то преступников высокопоставленных, потому что там же разные. Один суд исследует и рассматривает вопрос государства, ответственности государства, другой исследует, значит, по ответственности конкретных лиц. Именно уголовный суд Гааги, то есть по римскому статуту, будет расследовать именно участие или соучастие Алиева конкретно во всех этих преступлениях, этнических чистках, убийствах. Мы сейчас все удивляемся и осуждаем то, что Хамас сделал в Израиле, когда людям отрезали головы, насиловали мирных людей, убивали и так далее. А то же самое делала официальная азербайджанская армия. Это не террористы, это не какие-то отщепенцы, это были официальные азербайджанские солдаты. Я вас перебью, я случайно как-то, я не знаю, как у меня получилось, обычно я тщательно проверяю, на что я подписываюсь. А тут получилось так, что я случайно как-то подписался на какой-то телеграм-канал, я так понимаю, что это армянский телеграм-канал, где собираются все свидетельства азербайджанских преступлений. Там столько видеонарезок с этими членовредительствами, я имею в виду, и над трупами, над живыми людьми. Я не знаю, как это все собралось, но там действительно очень много, это целый и этноцид, и геноцид, то, что было в Арцахе в последнее время. Да, и, к сожалению, все это до сих пор не привело к санкциям. И я могу сказать даже причину, что Запад при всем, значит, своем критическом отношении к диктатурам в мире, к Азербайджану относился так мягко. Это не только вопрос нефти, это вопрос лоббистов, которые поддерживали в США, а вы знаете, что санкции, в принципе, прежде всего делают США, потом уже за ним европейские союзники. То есть лидерство в вопросе санкций всегда за гегемоном, да. А в США Азербайджан давно подкармливал очень влиятельные еврейские круги, в том числе еврейская лоббия, к сожалению, которая, вы знаете, есть еврейские организации, которые сотрудничают с армянскими тоже, но их меньшинство, их мало, это более прогрессивные... Это, как правило, ашкеназы. С азербайджанцами горские евреи сотрудничают с армянскими ашкеназы. Ну, факт в том, что сейчас Израиль получил в лице своего союзничка одного из, значит, поддерживающих юарскую инициативу по осуждению Израиля в геноциде палестинцев, значит, в Газии. Вот получил. Также и другого союзничка получил в лице Турции. То же самое сейчас высылают израильских футболистов и так далее. И только-только вспомнили об армянском геноциде, да, министр... Но тем более Азербайджан умудряется лавировать. С одной стороны, он признает геноцид палестинцев. С другой стороны, он же этот геноцид вместе с Израилем и устраивает. А потому что все горючее оттуда Израиль получает. Да, и в том числе то же самое, они фактически вместе, Азербайджан вместе с израильским... Не вместе, а израильским оружием в том числе делал в Аф-Сафик. То есть, конечно, я думаю, что после смены вот этого фактически автократического режима Нетаньягу, которого не терпят сами израильтяне, демократические круги, и мы тоже никогда не должны идентифицировать вот эти правонационалистические круги Израиля, которые пришли к власти, и были у власти, кстати, в 2020 году тоже, но после прихода Байдена они один момент сдали позиции, но снова Нетаньягу вернулся, идентифицировать их с леводемократическими именно кругами Израиля, которые, кстати, вот и по вопросам армянских территорий, в Иерусалиме пришли, поддержали армян, вот интеллигенция израильская, еврейская интеллигенция Израиля. Ну, одним словом, чтобы вот эти разговоры не вылились в какой-то антисемитизм, естественно, но и понятно, что сейчас изменения будут в отношении Израиля, и в том числе, я надеюсь, еврейских кругов США по отношению к Азербайджану, но у Азербайджана и другого выхода нет. Он сейчас сам себя позиционирует мало-помалу в России, значит, Иран-Россия, потому что уже нет другого выхода. У Азербайджана сейчас единственная цель – это переварить, что называется, то, что он сделал с Арцахом, с Арцахскими армянами, и эти преступления переварить, значит, сохраняя хорошие отношения с Западом невозможно. Единственное, что он может делать – отгородиться от Запада, но это тоже чревато, потому что экономически он зависит от Запада, а не от России и Ирана в таком масштабе. Конечно, с Россией тоже… Но, с другой стороны, его власть зависит от Турции и России. Ну да, власть, да, но экономическое благополучие, благосостояние – это же нефть и газ, которые текут в Европу в основном и Запад. Ну, хорошо, Исраиль будет продолжать покупать 30-40% нефти Баку-Джиехан. А что остальное? Если санкции будут, а европейцы, если даже и Россию под санкции бросили, то Азербайджан, такими шагами, если будет идти, он явно окажется под санкциями. Как минимум, насчет нефти – это основной даже, это львиная доля экспорта, не газа, а именно нефть. Кстати, сейчас нефть сама по себе уменьшается, объемы нефти. Вы знаете, что уходят из консорций уже западные предприятия, и норвежцы уже уходят, если уже не ушли, да, статуэл, кажется. Одним словом, в экономическом плане тоже не все благополучие, не только в Азербайджане. Мы видим рекорды, которые бьет лира турецкая. Ну, в общем-то, очень трудно будет им удержать, если они вдруг, если Азербайджан вдруг это захочет захватить, а тем более использовать. То есть я думаю, что если даже он хотел это сделать, то план был таков – ну, войдем, потом русские снова придут, в кавычках, спасут Армению, и взамен получат полный контроль над этим коридором. Армения ничего после этого не будет получать, ни за какие грузы. Там будет ставиться российское ФСБ, с которыми мы кореша, я имею в виду Алиева, и никаких проблем у нас не будет уже, значит, со связью с Нахичеванью, и в том числе и под грузом, под санкционным грузом, который будет течь из Средиземного моря через Турцию, уже через Азербайджан, без контроля Армении уже в Россию. Да, и, естественно, от этого всего будут получать доходы Азербайджан. А сейчас это невозможно, потому что вы знаете, что Армения при всей зависимости экономически от России, но санкции соблюдает. И, кстати, это признали и Соединенные Штаты. Вы помните специальное заседание по Карабаху, где один из сенаторов прямо спросил представителя Госдепартамента, «А соблюдает ли Армения санкции?» Потому что есть информация, что там очень увеличился грузопоток через Армению в Россию и так далее. Представитель Госдепартамента открыто и прямо заявил, что мы специально расследуем эти вещи, и последние реформы налоговой службы в этом отношении нас полностью удовлетворяют, и мы не видим там никаких рисков. Да, грузооборот повысился, но это не санкционные грузы. Вы знаете, что европейцы продолжают до сих пор торговать с Россией по многим пунктам, и не только европейцы. Ну, просто нет там дороги через Украину, и сейчас эти грузы едут в том числе через Армению и Грузию. В том числе и через Азербайджан, и через Черное море из Турции. То есть подсанкционных грузов через Армению не едет. Второе. Очень важно, что Армения выдает, значит, западу все те самолеты, которые приземляются. Был один такой случай, как минимум. После этого российские лизинговые самолеты, которые она брала, лизинг из Запада, не прилетают в Армению, потому что с самого начала армяне предупредили Кремль, чтобы не отправляли сюда такие самолеты, которые под лизингом, и которые вот эти организации потребовали у России обратно. А Россия не постушилась. Один такой самолет все-таки прилетел сюда. Это ирландский самолет. И Армения еще в начале прошлого года, позапрошлого уже года, выдала этот самолет Ирландии. И после этого Россия не, значит, посылает сюда никакого самолета. И лизинговых самолетов. То есть я хочу сказать, что именно поэтому они хотят обойти армянский контроль и армянский суверенитет над этими дорогами. Но именно и поэтому Запад не разрешает этого делать. Именно поэтому Запад давит на Азербайджан, чтобы он прекратил вот эти всякие поползновения на территориальную целостность и суверенитет Армении. И кажется, до сих пор это удается. В прошлом году говорилось о том, что в октябре готовился Азербайджан напасть. И опять же под давлением Запада и США прежде всего они отказались от этой мысли. Не говоря уже о том, что Европейская... Может быть, Алиев сам отказался от этой мысли, захотел сначала вновь утвердить себя на должности президента, а потом начать свою новую кампанию против Армении? Ну, вы знаете, это предлог оттянуть переговоры. Вот эти выборы. Это не то, чтобы он хочет усилить свое президентство. И без того там, знаете, не осталось никакой оппозиции. Все, кто ему сопротивлялся, он или убил, или посадил, или они убежали просто из эмигрированной страны, сейчас живут на Западе, хотя и туда его руки доходят. Мы знаем случаи, значит, попыток убийства и убийства, значит, оппозиционных деятелей, блогеров, значит, за рубежом азербайджанских. То есть я не думаю, что его власти что-то грозит изнутри сейчас. Единственное, что грозит, это внешние санкции, экономический хаос, который могут привести эти санкции, потому что Азербайджан все-таки не Россия, такой ресурсной базы и самодостаточности не имеет. Импортозамещение такого, как сейчас Россия организует, организовать не может. Единственное, может стать вот губернией российской, чтобы просто полагаться, что Россия, уже Россия их будет спасать сейчас уже от Запада. Ну, чем заканчивается любое такое спасение со стороны России, мы знаем. Так что даже врагу не пожелаешь такого спасения. Осеп, такой еще вопрос. Ну, вот, опять же, учитывая вот его заявление, руководство Армении, это вот, наверное, больше диаспору тоже интересует, да? Руководство Армении готовится только к миру или и к войне тоже? Ну, судя по риторике, только к миру. Поэтому я и сказал такой вопрос. Мы должны понять, что риторика может отличаться от реальных намерений и действий, потому что, естественно, Армения сейчас не в той ситуации, чтобы какую-то воинственную риторику вести. Но то, что Армения закупается довольно современным вооружением, не только из Индии, но сейчас уже и из Франции, это факт. Мы можем говорить даже и о других направлениях, просто не озвучивая конкретные направления и страны. Это военно-техническое сотрудничество, хотя официально вы знаете, что даже с Грецией мы уже подписали военно-техническое сотрудничество. Мы подписали, значит, соглашение о стратегическом сотрудничестве даже с Великобританией, что очень знаково и очень важно, да, события, и очень недовольны были этим в Азербайджане и Турции, которые так традиционно считают Великобританию своим спонсором и покровителям, но мы должны понимать, что коллективный Запад все-таки остается в таком формате и таких внутренних очень сильных противоречий не может быть по вопросу Азербайджана между европейскими странами, даже при том, что, значит, Британия вышла из ЕС, но все-таки она синхронизирует свою политику из ЕС и США. Вот так. Так что сейчас речь идет даже не только о военно-техническом сотрудничестве, но и о переподготовке. Вы знаете, что младший офицерский состав, сержантский состав, конкретно сейчас переподготавливается, опять же, в некоторых зарубежных вузах. Я не могу сказать о количестве этих сержантов, но я надеюсь, что это количество, во всяком случае, будет еще более увеличено. И это все говорит о том, что Армения все-таки решила переоборудовать и пере реформировать свою армию по натовским стандартам, потому что война 20-го года показала, что мы на один порядок отстаем от натовских стандартов из-за того, что остались в советском болоте, военно-техническом и тактическом. Вообще методы ведения боя остались на уровне 20-го века. А сейчас уже идет речь о войнах пятого поколения, а мы даже до четвертого не добрались. А Азербайджан показал, что добрался, потому что ее армию тренировала и оснащала в каком-то смысле турецкая натовская армия. Естественно, турецкая армия не самая передовая натовская армия ни по технологиям, ни по оснащенности, ни по тренированности, только по количеству. Но все-таки это натовская армия, какие-то стандарты там действуют. И этого стало достаточно, чтобы азербайджанские войска имели преимущество по тактическим характеристикам над армянскими. При всем героизме армянских солдат, которые 44 дня сдерживали тройственную коалицию Турции, Азербайджана, исламских джихадистов, не говоря уже об оснащении, которое Израиль оставлял, и были информации о пакистанских каких-то отрядах, участвующих в этой войне. Когда Израиль оказался в одной бочке с такими странами, как Пакистан, исламское государство, Турция, я понял тогда, что мир перевернулся. Да, и сейчас может быть Израиль пожинает в том числе плоды своей внешней политики. Потому что если нет моральных принципов во внешней политике, это всегда аукнется и на тебе тоже. И, кстати, эти моральные принципы касаются и в том числе и в отношении палестинского вопроса. Зачем нужно было доводить до этого? Зачем нужно было постоянно это преследование и давление на палестинцев, в том числе в Газе и не согласие с вопросом палестинского государства? Можно было согласиться наконец, причем этого требовали и западные союзники, и еврейская диаспора в США, и в принципе европейцы, то есть все говорили ну оставьте покой наконец эту палестину, пусть себе отдельно живут, пусть будет отдельное государство, но и тогда и ответственность будет больше на них, чтобы они не нападали, потому что это уже будет межгосударственная война, если они нападут. А сейчас это как бы внутри Израиля одна группировка напала на государство. Честно сказать, справедливости ради нет мира даже между самими палестинцами, палестинцами сектора Газа и палестинцами западного берега, чего уж говорить об Израиле. Ну да, это тоже проблема, но надо понять, что вот эти хамасовские террористы пришли к власти в Газе именно из-за того постоянного давления, которое было со стороны Израиля. Опять же, это вопрос пружины, нельзя столько давить на народ, любой народ. Чем больше давишь, тем более радикальным, тем более ревашистским он становится, какая бы ни была риторика у его руководства, хотя в вопросе хамаса, конечно, риторика всегда была воинственная. Ну вот и посмотрим из-за вот этих давлений постоянных на Армению, насколько воинствующие станут теперь армяне. Ну, не знаю насчет воинственности, но то, что у всех на уме развитие, особенно развитие армии, особенно развитие военной промышленности, то, что сейчас военной промышленностью занимаются даже люди, которые несколько лет назад абсолютно были далеки от этого, на сотни километров, это факт. И то, что сейчас все думают, это же вопрос даже безопасности, это даже не вопрос реванша. Люди видят, что Азербайджан все идет вперед, все сейчас уже говорит Алиев на самом высоком уровне о Джермуке, о Ереване, что это такое? Он всегда об этом говорил. Я 10 лет занимаюсь антитопором и 10 лет слышу именно конкретно от него о Ереване. Я не понимаю, почему сейчас многие только услышали из Усталиева про Ереван. Ну, знаете, один раз, когда я слышал, что он сказал, потом Франц Пресс, кажется, когда брало интервью, у него спросило, вот вы территориальные претензии высказываете и так далее, он сказал, нету никаких территориальных претензий. Я имел в виду, что наши азербайджанцы, которые оттуда эмигрировали, они снова вернутся туда. Мы же не на танках туда будем вас зашать, а в автобусах и так далее. То есть, он одним одно говорит, другим другое. Но все-таки это, конечно, неприятно слышать вот такие постоянные территориальные претензии и это все приводит к тому, что каждый человек в Армении, если он хотя бы немножко адекватно начинает думать, как защититься или просто уехать, чтобы спасти себя. Ну, слава Богу, никакой эмиграции из Армении мы не видим. То есть, решение принято остаться и сопротивляться. А для этого нужна сильная армия, для этого нужны хорошие и сильные союзники, не те, которые предают, а те, которые поддерживают. И мы очень воодушевлены тем, как ведет себя США по отношению к своему союзнику, Израилю. Два авианосца, которых он отправил, это очень хороший фактор и очень хороший маркер, как нужно относиться к своим союзникам. И весь Ближний Восток сразу остыл. Никто больше не хочет втягиваться в эту войну. Потому что никто не хочет получить тамагавкам значит, по своей столице, да? Ну, это... Я вот сейчас вспомнил, вы сказали про Ближний Восток и про США. Я вспомнил... Помните Карибский кризис? Ну, да. Там, когда только начала Америка бряцать оружием, еще только... Еще ничего не было. Ни одного выстрела. И Советский Союз отреагировал словом. Всего лишь словом. И буквально через сутки уже там советский ракетоноситель был у берегов Кубы, да? И как бы все... Все мирно закончилось. Все замолчали. Микоян даже собрался туда лететь. По-моему, он развернулся назад или он долетел. Я читал его книгу, что во время полета умерла его жена Ашхен. Вот только я не помню, он развернул самолет и прилетел или все-таки он долетел до Соединенных Штатов. Нет. Эти переговоры вел он. Последником представителем был он. И он добился того, что все мирно прошло. Единственная польза, которая от этого человека человечеству была сделана. Да? От этого человека. Нет, почему? Он еще колбасу с сосисками вообще-то в Советский Союз. Он советских людей познакомил с колбасой и сосисками. Мороженым еще даже. Великий человек. Великий человек. Спасибо большое, Авсеп. Вы уже у нас второй раз. Я надеюсь, что будете и последующие разы. И вам спасибо. Да, с удовольствием.